Всем привет! Сегодня мы с вами поговорим о драконах и всем, что будет с ними связано в завершающем финальном сезоне Игры Престолов. А причиной для этого видео послужил тот факт, что в восьмом сезоне, судя по всему, эти удивительные создания еще кардинально изменятся и тому есть доказательства. Так что, кому интересно, произойдет ли в финале сериала эпохальная битва живых и мертвого дракона? Появится ли у нас еще один драконий наездник Джон Сноу? Какую роль эти огнедышащие монстры сыграют в борьбе за трон и, главное, какими они предстанут в новом сезоне, смотрите это видео и не пожалеете. Итак, давайте начнем с новостей. У нас с вами уже сейчас есть все причины полагать, что дракошки Дейенерис в финале сериала еще существенно добавят в размерах, превратившись в гигантов просто каких-то невообразимых величин. Почему я так говорю? Объясняю. Как вы, думаю, знаете, для того, чтобы позднее в кадре появилась Матерь Дракона вверхом, скажем, на Дрогоне, в процессе съемок используют вот такие вот приспособления, имитирующие движения дракона и вентиляторы, раздувающие волосы бурерожденной. Причем от сезона к сезону по мере роста самих драконов увеличивались и приспособления, имитирующие их. Например, в шестом сезоне они были такими, а уже в следующем седьмом существенно увеличились, так что Эмилии Кларк приходилось уже вскарабкиваться на них. Но все это покажется просто детским лепетом по сравнению с тем, что команда сериала изваяла для восьмого сезона. Вот смотрите, последние фото с окрестностей Титаник Студиос. Может оно и не выглядит таким уж эффектным, но это только на первый взгляд. Ведь по сравнению с прошлым сезоном размер приспособления для имитации дракона увеличился просто в разы и теперь он соизмерим чуть ли не с домом. Понятно, что такую махину строили не просто так, а значит и драконы в восьмом сезоне достигнут просто невиданных колоссальных размеров. А напомню, еще перед прошлым седьмым сезоном шоураннеры говорили, что их огнедышащие зверушки достигли в своих размерах Боинга 747. Но получается теперь все будет еще куда более масштабным. Иначе зачем было делать подобное? Так что ждем с возможного заявлений шоураннеров и участников шоу о том, что в финальном сезоне нас ждет что-то невиданное, относится и к драконам и их размерам. Я конечно не думаю, что подрастет и зомби Визерион, но остальные два обещают стать прям настоящими монстрами. В общем тут я думаю все понятно, остальное по поводу новых габаритов Рейгалия и Дрогона можем пока обсудить в комментариях. Я же сейчас хочу поговорить еще на одну очень интересную тему. Дождемся ли мы с вами битвы драконов в восьмом сезоне Игры Престолов? Я имею ввиду схватку Визериона и его былых собратьев, все еще остающихся детьми Дейенерис. Лично мне кажется такой поворот событий очень и очень правдоподобным. Ведь понятно, что Король Ночи сейчас продвигается на юг, в то время как Дейенерис, а соответственно и ее драконы на север. Так что где-то там по логике событий и должна произойти их встреча. Единственным но в этом вопросе может быть разве что то, что такое действие требует немалого бюджета. Сразу три дракона, да еще и дерущихся между собой, это и в прямом и переносном смысле дорогого стоит. И тем не менее, мне лично кажется, что данное событие все же произойдет в восьмом сезоне. А если так, то кто же будет иметь в нем преимущество? Живые Рейгалии Дрогон или все же мертвый Визерион? Тут все далеко не однозначно. С одной стороны, дракон Короля Ночи вроде как в меньшинстве, но в то же время, в прошлом седьмом сезоне, а именно в седьмой его серии, мы имели возможность увидеть, сколь быстрым он стал и что его синее пламя обрело еще большую мощь, способную даже разрушить Великую Стену. Так что я бы не стал уж так однозначно ставить на одну или другую сторону и с точностью сейчас можно сказать только одно, зрелище это должно быть потрясающим. Плюс ко всему, впервые за все предыдущие сезоны в небе могут сражаться уже два драконих наездника, Дейенерис и разумеется Король Ночи. Короче, вы поняли, сражение драконов обещает стать просто чем-то из ряда вон. Но это еще не все, что связано с драконами, их ролью и участием в восьмом сезоне сериала. Еще одна очень популярная теория сейчас, это что Бран, пользуясь своими способностями Варга, таки сумеет подчинить себе волю Визериона и повернуть его против белых ходоков и всей нежити. Правда, для этого нашему трехглазому ворону предстоит не только схлестнуться с самим Королем Ночи, но и победить его. Что же, пока что не было видно, чтобы у Брана были шансы на победу в схватке с предводителями иных, достаточно вспомнить, как один только взгляд Короля Ночи заставил рассыпаться стаю воронов, возглавляемых Браном. Так что надежда пока что остается только на то, что молодой трехглазый ворон увеличит свою силу и способности и уже в восьмом сезоне сможет оказать достойное сопротивление вожеку иных. Правда, есть тут и еще одно но. Бран является очень сильным Варгом, в этом нет, разумеется, никаких сомнений, ведь он мог проникать в сознание не только животных, но и в человеческий разум, я сейчас про Ходора, разумеется. Но вот незадача, Визерион на данное время уже как бы не совсем живой, или даже точнее будет сказать совсем не живой, так что с ним само собой все будет обстоять по-другому. И тем не менее, именно теория о том, что Бранц умеет проникнуть в сознание Визериона, была и остается на данное время одной из самых популярных и обсуждаемых в фанатской среде. Но идем дальше и прямо сейчас давайте поговорим еще об одной мега популярной теории, которая имеет абсолютно все шансы превратиться в действительность. По поводу того, что у нас появится еще один или даже несколько драконьих наездников, разговоры ходят уже достаточно давно. Правда, далеко не все ожидали, что этим вторым станет нежданно-негады на Король Ночи, и все же я почти уверен, что этим дело не ограничится. Конечно же сейчас я имею ввиду Джона Сноу. Сразу после того, как стало известно, что он Таргариен, зрители начали с жаром обсуждать возможность появления у Снежка своего дракона. Ну а уже седьмой сезон создал для этого абсолютно все предпосылки. Во-первых, Рей Гааль явно что-то почуявший и чуть не сбивший Джона с ног еще кажется в третьей серии. Ну и само собой особая близость с Сноу с Дрогоном, которую создатели сериала уже прям подчеркивали как могли. Так что, как по мне, то все это делалось не просто так, а с далеко идущими намерениями. Плюс ко всему, уже двое из трех драконов имеют своих наездников, а тут-то, кстати, взял, да и появился еще один Таргариен. Так что просто грешно не задействовать во всем этом еще и его. И хоть прямых доказательств тому, что Сноу все же подымется в небо на своем дракошке, увы, нет, помяните мое слово, именно так все и произойдет. Единственный вопрос, кого из двух оставшихся оседлает Джон? Конечно, по логике вещей это должен быть бесхозный Рей Галь, но как знать? Ведь именно с Дрогоном у новоиспеченного Таргариена наладилась определенная связь еще в прошлом сезоне. Так что если вдруг Дейенерис выйдет из игры, скажем, действительно из-за беременности, а кто знает возможные смерти, то и самые крупные стройки драконов может достаться нашему Айгону. Ну и еще одно насчет появления новых драконов в финальном сезоне сериала. С одной стороны это как бы тоже довольно популярная теория, дескать где-то в крипте Винтерфайла находится кладка яиц, из которой могут появиться новые драконы. Чисто теоретически такой ход возможен, особенно учитывая то, что произойдет с замком Старка в финальном сезоне. Я без спойлеров, так что спокойно. Но размышляя логически, сие действие не оправдано ни с какой стороны. Во-первых, новые драконы это новые очень крупные финансовые траты, которые вряд ли потянет даже HBO, учитывая размах, с которым они подошли к съемкам восьмого сезона. Ну и потом, а в чем собственно говоря логика? Ведь тройке драконов Дейенерис понадобилось ни много ни мало, аж семь сезонов, дабы дорасти до нынешних размеров. Ну пусть они уже в сезоне третьем-четвертом были немаленькими, но этого времени уже все равно нет. Так что появление еще нескольких малышей из забытой всеми кладки, ничего по сути здесь и сейчас не изменило бы, так что тут скорее пустые фантазии зрителей. А вот что уже совершенно точно можно сказать прямо сейчас, так это что драконы сыграют очень важную роль в событиях финального сезона. Дальше пойдут спойлеры, так что вы предупреждены. Я сейчас конечно же в первую очередь о Королевской гавани. Абсолютно все, от обгорелых крепостных стен города до съемок кадров с воздуха и собственно говоря муляжа гигантского дракона возле декораций столицы, указывает на то, что именно эти ящеры сыграют чуть ли не ключевую роль в штурме. Впрочем, встречать их тоже будут не хлебом с солью, а не кислых размеров баллистами, которые вероятно разместят на стенах города. Приспособлений эти на сей раз будут побольше, чем то, что мы видели в прошлом сезоне, хотя и тогда Дрогону досталось. Так что еще вовсе не факт, что защитникам Королевской гавани не удастся подстрелить кого-то из двойки Дракожда Энерис. И да, я считаю, что атаковать город будут именно силы Бурерожденной. Тому есть уже и видеодоказательства со съемок, и следовательно Короля Ночи вместе с его зомби Визерионом и Мертвым войском удастся остановить еще где-то на пути к столице Семи Королевств. Что же касается того, переживут ли Рейгаль с Дрогоном этот сезон, я лично, честно говоря, не уверен. У меня, правда, нет каких-то весомых аргументов, подкрепляющих это мнение, но чисто интуитивно мне кажется, что еще хотя бы одну всю такую душесчипательную гибель Дракона мы все-таки увидим. Ну что же, думаю, на этой не совсем веселой ноте мы и заканчиваем сегодняшнее видео. Тут я постарался прокомментировать все самые популярные фанатские теории относительно будущего Драконов и вообще рассказать, чего нам стоит ждать в восьмом сезоне от них. Кому понравилось данное видео, поддержите его лайком и не забывайте подписываться на наш канал, если вы на него еще не подписаны. Спасибо всем за просмотр и всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok